Сегодня в Вашингтоне произошло событие, которое американские дипломаты называют уникальным и историческим. В Государственном департаменте послуг ФРГ в США были переданы пять живописных работ, вывезенных из Германии во время или после Второй мировой войны. Роман Мамонов наблюдал за церемонией. Ныне пенсионера, в прошлом строитель Майкл Холланд прилетел в вашингтонский госдеп из штата Монтана. Вместе с супругой он, возможно, в последний раз фотографирует картины, которые были частью семейного наследства, а теперь вдруг связали его с далекой Германией. Две миниатюрных живописных работы, копия портрета английского короля Чарльза первой кисти Энтони Ван Дайка и миниатюра королевы Виктории с дочерью в ближайшие дни вернутся на родину. В Германию откуда были вывезены после Второй мировой войны тетей Майкла, которая служила в подразделении, расквартированном в Занке Кронберг под Франкфуртом на Майне. Моя тетя хранила эти работы в сейфовой ячейке в банке и никогда никому об этом не говорила. Она рассказала мне о них только за год до смерти. Тогда-то я и увидел их в первый раз. Я знал, что миниатюры из Германии. Тетя сказала, что она купила их там то ли в 1945, то ли в 1946. Она служила в Германии и даже была свидетелем Нюрнбергского процесса. Майкл Холланд случайно узнал о существовании фонда Monuments Men. Название в вольном переводе на русский звучало бы как «Охотники за сокровищами». Также называется фильм с Джорджем Клуни, Брэдом Питтом и Мэттом Дэймоном и другими звездами Гелливуда, вышедшие в прошлом году. Это история реальной группы солдат из США и других стран, которые в годы Второй мировой занимались спасением предметов искусства и целых музеев от нацистов. То, что начали несколько военных 75 лет назад, сейчас продолжает Роберт Идзель. Именно по его книге Клуни снял блокбастер, он же глава фонда Monuments Men, и он же ищет по Америке вывезенной из Германии работы и уговаривает владельцев вернуть шедевры хозяевам. Как нам рассказал приемный сын майора, который владел этими картинами, его отчим выиграл их в покер. Но проверить этот факт мы не можем. Может быть выиграл в карты, может быть получил от какого-то другого американского солдата. Возможно, он сам был причастен к пропаже картин. Но на самом деле это и не важно. Главное вернуть шедевры их хозяевам и сказать спасибо тем, кто хранил их эти годы. По оценкам экспертов, за годы войны и последовавшей оккупации Германии из страны было вывезено более миллиона предметов искусства. Многое американские солдаты отправляли домой в качестве сувениров, что-то покупалось или просто похищалось. Лишь малая часть вернулась на родину. Проблема в том, что наследники и коллекционеры часто просто не знают о реальном происхождении картин. Но многое удается найти, когда владельцы пытаются официально продать полотна, когда появляется шанс возвратить их в музей Германии. Кстати, наследники немецкой семьи, которые принадлежали две из пяти возвращенных работ, уже пригласили Майкла Холланда в гости, чтобы лично увидеть замок, где служила его тетушка и откуда были вывезены артефакты. Представители благотворительного фонда, занимающиеся поиском предметов искусства, вывезенных из Германии, говорят, что благодаря горячей линии смогли получить несколько надежных зацепок и сейчас проверяют информацию. До конца года они надеются передать немецкой стороне еще несколько предметов искусства. Так что нынешняя церемония в Госдепе, вероятно, не последняя. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко, Вашингтонское бюро РТБА.